Бежит с крыши или топит подвал, в управляющей компании не реагируют на жалобы, а ресурсники внезапно отключили воду. Как быть в этой ситуации, как решать проблемы? В перипетиях жилищно-коммунальной сферы вместе с вами разбираемся. Мы, редакция программы «Правдом». С вами Светлана Мельниченко. Жить в этом доме опасно для жизни, говорят владельцы квартир в многоэтажке на улице Герцина. С фасада на прохожих сыплется штукатурка, повреждает автомобили и травмирует людей. Травматологи, они отправили меня на рентген и сказали, сломано три ребра, одна лопатка и вот скрытая травма плеча. Гул в квартирах во время отопительного сезона сводит с ума жильцов многоэтажки на левобережье. Люди уверены, причина в новых терморегуляторах. Будет все, голова кружится, голову сжимает вот от этих гулов и ты не знаешь, куда щемиться. Автостоянка рядом с газовой установкой. Законно или нет, жильцы дома в нефтяниках выделили место для парковки машин во дворе. За минувшие сутки перебит 18-летний рекорд по осадкам. Выпало 438 процентов декадной нормы. Сильнейший дождь стал настоящим испытанием для горожан и городских служб. Последствия разгула стихии устраняют до сих пор. Ливень размыл несколько участков дорог. Так на Заозерной образовался настоящий провал. Сейчас рабочие его устраняют. А мечи буквально завалили обращениями диспетчерские службы. Только за вечер 532 звонка. Аварийные службы и спецтехника работают в круглосуточном режиме. За сутки с городских дорог откачано 1700 кубометров воды. Это почти 300 машин. Из-за дождя в городе не работали 45 светофоров. Не ходили троллейбусы маршрутов 4 и 67. Также произошли аварии на 16 кабельных линиях и 10 трансформаторных подстанциях. К этому моменту все они снова заработали. Восстановленные движения троллейбусов. Работа по ликвидации последствий ливня продолжается. Некоторые участки дорог до сих пор затоплены. В случае чрезвычайной ситуации мечам следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 78 78 78. А мечи наверняка не задумываются, что вот так просто прогуливаться по центру города, по улице Герцена, может быть опасно. Многие узнали эту сталинку. Ее построили в 1940 году для работников исполкома. Но те, кто живет в доме сейчас, знают о скрытой угрозе. С фасада в любой момент может обрушиться штукатурка. Здесь уже были несчастные случаи. Кто и за чей счет должен привести дом в порядок, разбираемся в следующем сюжете. Ничего не предвещало беды Зинаида Захарова и предположить не могла, что сталинка, в которой она живет почти 80 лет, может быть опасной. Женщина просто возвращалась домой, подойдя к подъезду, приостановилась, достала ключи. Дальше удар и пронзительный бой. Я вот от той калитки шла, вот в этот подъезд, я здесь живу. Я остановилась вытащить только ключи. И в этот момент мне грохнуло вот на мое левое плечо. Я даже растерялась, думаю, откуда, чего. Оказывается, вот такой ком штукатурки грохнул мне на плечо. Травматологи, они отправили меня на рентген и сказали, сломано три ребра, одна лопатка и вот скрытая травма плеча. Лечение было долгим и дорогим. Два месяца женщина носила ортесы и не могла двигать рукой. Да и сейчас травма дает о себе знать периодическими болями, жалуется Амичка. Соседу Ивану Кусакину отчасти повезло, тоже мог пострадать при падении штукатурки. Сам остался цел, но кусок повредил его автомобиль. По предварительной информации, ремонт машины обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Вот скол, трещина пошла, вот скол небольшой, и вот скол и трещина по всему стеклу пошла. Ну, то есть лобовое стекло под замену получается? Лобовое стекло однозначно, ГАИ скажет, под замену. О масштабе проблемы говорит и своеобразный рисунок на фасаде. Дождь из штукатурки – здесь дело привычное, говорят местные жители. Поэтому ходят вдоль дома, глядя вверх. Но случайные прохожие, а их около дома в центре города ежедневно бывает сотни, могут оказаться жертвами обстоятельств. К тому же весь первый этаж занимает коммерческие помещения, принимающие посетителей. Сколько было, вот осыпалось, вот здесь вот все застилало штукатуркой, это дело счастливого случая, что человек, который зашел в банк, ему не упало на голову. Капитального ремонта в Сталинке 1940 года постройки не было никогда, говорят старожилы. В 2008-м собственники квартир через суд обязали администрацию города отремонтировать дом. Правда, к этому моменту работы осталось немного. За свой счет люди поменяли перекрытие. В рамках региональной программы капремонта многоэтажки обновили крышу. В прошлом году удалось добиться мирового соглашения с администрацией города Омска. То есть в процессе этого мы отказались от всех видов ремонта, кроме ремонта фасада, потому что это самое больное место и дальше тянуть уже нельзя. По плану отремонтировать фасад должны в этом году. Деньги на эти цели зарезервированы в бюджете. Организовать работу в этом случае, согласно 40-му постановлению администрации города, обязана управляющая компания. Но лето на исходе, а в обслуживающей организации разводят руками. В этом году, вроде бы, как выделили денежные средства, смету бы сделали, но она была проверена департаментом финансов и контроля и уменьшена почти на 4 миллиона. То есть на сегодняшний день смета осталась в порядке 10 миллионов, но за эти 10 миллионов, к сожалению, я не могу просто даже найти подрядчик. В администрации города уверяют, заявленная управляющей компанией стоимость капремонта была необоснована. Сметная стоимость на ремонт фасада была составлена в соответствии с дефектной ведомостью, предоставленной управляющей компанией, где указаны были объемы работ, виды работ и вся используемая материала. Поэтому вся сметная документация была проверена в соответствии с федеральными расценками. В настоящее время она составляет 10,5 миллионов рублей. И сейчас все зависит от управляющей компании, которая должна самостоятельно найти подрядчика и, соответственно, выполнить работу. Согласно информации фонда капремонта, выполняющего работы в рамках региональной программы работы по восстановлению фасада в аналогичном доме по адресу авиагородок 3 обошлись чуть больше 11 миллионов рублей. И там на один подъезд больше. Кто затягивает начало капремонта фасада Герцена-17, теперь будут разбираться в контролирующих органах. Жильцы дома готовят обращение в прокуратуру. А вот если за это время еще кто-то или что-то пострадает от разрушения фасада, виновной окажется управляющая компания. Именно она ответственна за содержание общего имущества. Амичи помнят, что прошлый отопительный сезон был очень непростым. Вода в теплотрассе для многих домов приходила температурой не выше 40 градусов. Теперь для омских пенсионеров и людей с инвалидностью компенсируют моральный ущерб за холодные батареи в 2023 году. Такого решения через суд добилась прокуратура. Установлено, что из-за повреждения систем и оборудования ТЭЦ-5 в конце прошлого года без горячей воды и отопления остались десятки многоквартирных домов в Центральном, Ленинском и Октябрьском округах Омска. В защиту граждан особой категории выступила прокуратура Омской области. Еще в декабре руководитель ведомства Алексей Афанасьев назвал ситуацию с отоплением безответственностью большого бизнеса и взял ее на особый контроль. Теперь за ненадлежащее оказание коммунальных услуг ресурсоснабжающая организация выплатит штраф и компенсирует гражданам моральный вред в размере 9 тысяч рублей в пользу каждого. На данный момент в суды направлены 14 аналогичных исков и прокуратура продолжает принимать заявления от граждан, которые по состоянию здоровья или в силу возраста не могут самостоятельно защитить свои интересы. Также к заявлению можно приложить дополнительные документы, например, счета на электроэнергию, ведь в этот период многие отапливались электроприборами. Также напомню, что по закону прокуратура вправе подать в суд в интересах незащищенных категорий граждан, которые в силу возраста или других уважительных причин не могут, так скажем, за себя постоять. Если же гражданин не относится к незащищенной категории граждан, то может подать иск самостоятельно. Звук медленно движущегося автомобиля или разговор двух людей на расстоянии одного метра создают уровень шума примерно 55-65 децибелов. Такой же уровень шума у работающей электробритвы, стиральной машины и воды, наполняющей ванну. Звук такой силы терроризировал жильцов дома на левобережье в течение всего отопительного сезона. Откуда он исходил и будет ли решена проблема, смотрите в следующем материале. Удит все, голова кружится, голову сжимает вот от этих голов, и ты не знаешь, куда щемиться. Шумомер показывает больше 60 децибелов. Звук такой мощности, похожий по характеру на гул самолета, беспрестанно сопровождал жизнь Татьяны Васиной в течение всего прошлого отопительного сезона. Везде гол стоит, во всех комнатах, на кухне. Ночью вообще не знаешь, куда деваться. Днем еще можно в магазин пойти. Что-то начинаешь готовить, отвлекаешься. А ночь-то это вообще, психушку только так можно попасть от этого гола. Женщина в числе других жильцов первого этажа особенно ощутила на себе звуковую пытку. Но распространялся гул с разной силой по всему дому, вплоть до девятого этажа. Ночью вот этот вот гул, это вообще ужас, диким. Пиваю уже, и снатворное пьем, и все что угодно, но только берешь уши, а что еще делать? У него два инфаркта, он просыпается, он только на лекарствах. В некоторых квартирах шум даже был ощутим физически, говорят люди. Вибрировали радиаторы. Вибрация, и сама вот то, что там закрывается экран, он бежит, мне приходится его снимать, а так вот гул стоит в комнате. Местные жители заметили, раздражающий звук появился именно прошлой зимой, после того, как в подвале установили терморегулятор. Забили тревогу еще в ноябре, обратились с жалобой в управляющую компанию, но визита коммунальщиков дождались только в апреле. Замеры были, но это уже отопительный сезон закончился, давление, естественно, низкое, естественно, звук уже не такой, то есть практически его не было. Люди обеспокоены, что уже через пару месяцев трубы снова запоют, когда в них запустят кипяток. Говорят, в управляющей компании игнорируют проблему целого дома. Но все же наши съемочные группы в обслуживающей организации пообещали взять ситуацию на контроль. Сейчас при подготовке дома к отопительному периоду будем предпринимать все возможные меры. Сейчас как только запустят все, будем производить пусконаладку, регулировку. Безусловно, собственников не оставим с этой проблемой наедине. Таким образом, в грядущий отопительный сезон жители смогут не только наслаждаться комфортной температурой в квартирах от нового терморегулятора, но и заветной тишиной. Если же ситуация повторится, в дом наведаются инспекторы Роспотребнадзора, а МИЧИ уже написали жалобу ведомству. Со следующего года работающим пенсионерам будут точно так же индексировать пенсии, как и неработающим. Это очень важная информация для старших по домам. Зачастую полномоченные представители собственников за небольшую плату выполняли свои обязанности, но при этом это лишало их регулярной прибавки к пенсии. Теперь же официально заботиться о своем доме будет по-настоящему выгодно. Огороженная благоустроенная автостоянка прямо во дворе. Что может быть лучше? Но эта парковка оказалась в центре скандала. Почему? Нетрудно догадаться. К ней примыкает резервуар с газом. Законно ли здесь разместили парковку и вообще какие требования предъявляются к размещению таких объектов во дворах? Узнаем в следующем сюжете. Живу как на пороховой бочке, говорит Нина Юшкевич. Вид из ее окна на первом этаже открывается на резервуары с газом. Но беспокоит Амичку не сама установка. Она здесь с момента постройки дома и питает многоэтажку голубым топливом. Несколько лет назад сразу за опасным объектом оборудовали стоянку для автомобилей на 30 машиномест. Транспортные средства могут быть источником пожара, уверена женщина. Если смотреть проект, параллельно 34-му дому должен быть ряд автомобилей стоять. Сейчас они встали совершенно в другое место, как при въезде через газовую зону с правой стороны. Потом въезд и выезды организованы через газовое хранилище. Прямо через газовое хранилище. Договорят мне про какие-то согласования. А какие согласования? Согласования должны были в первую очередь с МЧС. Стоянку оборудовали другие жильцы дома по адресу Менделеева, 36. Сделали твердое покрытие, установили освещение, видеонаблюдение и ограждение. Соседи апеллируют тем, что машины все равно ставили во дворе у тех же самых газгольдеров. Только хаотично и частично на газонах. Поэтому организовать специальное место для транспорта было просто необходимо. У нас было собрание. Перед тем, как вот эту парковку сделать, собрали голоса. Больше, по-моему, 80% собрано голосов. Ой, Таня, Таня. Все сделано официально. Само нахождение газовой установки рядом со стоянкой допустимо. Если соблюдены необходимые требования, поясняют в обслуживающий дом управляющей компании. Говорят, в этом случае нет повода для беспокойства. Есть проект, есть разрешение со всеми инстанциями, с Омсколлектором, с Горгазом, согласовано. В проекте все прописано, какое должно быть ограждение, что здесь должно находиться, какое количество мест. Чтобы проверить соблюдение норм пожарной безопасности, регламентированной 123-м федеральным законом, на место выехали сотрудники МЧС. Предусмотрены мероприятия и требования пожарной безопасности по противопожарным расстояниям от стоянок до газгольдеров. Но при этом объем газгольдеров должен превышать больше, составлять больше 50 квадратных кубических метров. По информации газовой компании, данный газгольдер, о котором идет речь, он составляет не более 20 кубометров. В настоящее время нарушение требований пожарной безопасности не было установлено. Не обнаружили нарушений в управлении Ростехнадзора. Мы сделали в ведомство официальный запрос. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности ограничений по расположению автостоянки рядом с резервуарной установкой сжиженного углеводородного газа не установлено. Расстояние от автостоянок до подземных резервуаров общей вместимости до 50 кубических метров не нормируется. В данном случае, если же некоторые жильцы дома по-прежнему останутся несогласными с размещением парковки во дворе, им предстоит оспорить решение общего собрания собственников и проект в судебном порядке. При оборудовании стоянки во дворе многоэтажки нужно оформить придомовый участок, вообще долевую собственность владельцев квартир, организовать собрание и заполнить соответствующий протокол, заказать проект стоянки в специализированной фирме. Если на выбранном для стоянки участке есть коммуникации, получите разрешение ресурсоснабжающих организаций. Если все инстанции пройдены, можно приступать к благоустройству. А сейчас наша постоянная рубрика «Ответы нашего эксперта Никиты Дюкарева». Сегодня мы общаемся с ним очно. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Светлана. Итак, первый вопрос задала Наталья Владимировна. Звучит он так. Полтора года назад у нас изменили систему оплаты ОДН на электроэнергию. Раньше мы ежемесячно оплачивали столько, сколько потребляли по факту. А теперь мы платим по тарифу. В месяц получается больше 200 рублей. Пересчет делают только в начале следующего года. Спрашивают, законно ли это. И предполагают, что просто авансируют ресурсоснабжающую организацию. Если собственники приняли решение об этом на общем собрании, то нельзя назвать такое решение незаконным. При этом собственники также могут изменить свое решение, принять новое по начислению ОДН, то есть по нормативу, по среднему или по фактическому потреблению. Следующие фотографии прислали жильцы дома номер 15 на улице Взлетной. Давайте посмотрим. Люди говорят, что такая свалка в их дворе уже больше двух недель. Звонят региональному оператору, обещают каждый день вывезти, но не вывозят. Свалка все больше разрастается. Тем более в такую жару можно представить, какие там стоят запахи. Что же делать в такой ситуации? В данном случае собственникам необходимо обратиться с жалобой в Министерство экологии с требованием проведения проверки. К жалобе необходимо приложить фотографии. Сотрудники данного органа проведут проверку, установят виновника и привлекут его к административной ответственности, а также потребуют данное нарушение устранить. Следующий вопрос задает Амичка Анастасия. Пишет, что мы переехали в новостройку, в управляющей компании нам заявили, что мы должны единоразово заплатить взнос в полторы тысячи рублей за вывоз строительного мусора. Законно ли это? Если общее собрание собственников, а также договор управления не устанавливают таких обязанностей собственников, то в данной части требования управляющей компании неправомерны. И вообще закон таких требований для собственников не устанавливает. Следующее видео разместили жильцы дома по адресу Мира24. Вот посмотрите, пишут, что в доме живет мужчина, за неуплату-кварплату у него уже отключили все, что можно было отключить. Дверь квартиры постоянно открыта и, как видно, там полная антисанитария. Жильцы утверждают, что обращались уже в разные инстанции, но везде говорят, что это их проблема, сами должны ее решать. А в подъезд, соответственно, невозможно зайти, тараканы буквально падают с потолка. Как повлиять на эту ситуацию? В данном случае любой из собственников имеет право обратиться с иском к данному соседу с требованием привести свое жилое помещение в ближайшее состояние. И в случае, если сосед данное решение не исполнит, существует судебная практика о том, что таких собственников могут из своего же жилья выселить в связи с тем, что данное жилое помещение и способ обращения с ним нарушает права и законные интересы соседей. Для этого собственникам необходимо укрепить свою позицию, собрав все ответы государственных органов, которые подтверждают, что данный собственник неоднократно предупреждался, и ему неоднократно выносились требования привести свое жилое помещение в ближайшее состояние. Следующий вопрос задает Валентина Головина. Но нужно сказать, что он очень распространен. Как часто и в каком формате управляющая компания должна отчитываться о расходовании средств с дома? Должны ли они сами организовывать общие собрания по этому вопросу? Управляющая компания обязана отчитываться за предыдущий год, за исполнение договора управления за предыдущий год, не позднее первого квартала текущего года. При этом управляющая компания обязана публиковать отчет об исполнении договора в системе ГИС ЖКХ, но закон не содержит требования, которые обязывали бы ее утверждать данный отчет на общем собрании собственников. Что касается организации общих собраний, то управляющая компания вправе инициировать общие собрания собственников, но в то же время она обязана провести общее собрание, если к ней обратились собственники, которые обладают не менее чем 10% голосов от общего числа голосов собственников в данном доме. Спасибо, Никита, за исчерпывающие ответы. Пожалуйста. До свидания, Светлана. До свидания, уважаемые телезрители. Мы прощаемся с нашим экспертом и с вами, наши телезрители, на месяц. Наша редакция уходит в отпуск. Все же напомню, что ваших обращений мы ждем по телефону, а также в группах в социальных сетях. Адреса вы видите на экране. А на сегодня это все. Пусть в ваших домах будет тепло, светло и уютно, а во дворах чисто и благоустроено. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова